В Национальном музее Казахстана состоялась презентация триптиха Мангелик Ель, сообщает корреспондент Касправды. Творческая группа под руководством лауреата Государственной премии Ерболата Толебае на данной серии картин трудилась несколько лет. Первая часть триптиха Мангелик Ель построена на образах основоположников казахского ханства Кирея и Женебека. Вторая часть посвящена своду законов ЖТ Жаргы. Композиция объединяет множество действующих лиц с размещением в центре главных казахских биев и тауке хана. Композиционным и художественным центром триптиха является портрет первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как известно, в этом году наша страна отмечает 550-летие казахского ханства. Всего в течение года запланировано проведение более 200 мероприятий во всех регионах республики. Одно из основных состоится в Астане 11 сентября, отметил на презентации вице-премьер правительства Бердебекса Парбаев. Презентация картин группы Ербулата Толейбая вызвала большой интерес у посетителей музея, в том числе и иностранных гостей. Возможность проявить свой талант, а также выразить свое неприятие такого явления, как коррупция, появилась у казахстанцев от 18 до 29 лет. В стране стартовали конкурсы «Карикатур» и на лучший видеоролик «Казахстан без коррупции», сообщает издание «Литер». Оба конкурса стартовали в рамках реализации программы противодействия коррупции на 2015-2025 годы партии «Нур-Отан» и проекта «Страна без коррупции. Процветающая страна», которые направлены на формирование и повышение антикоррупционной культуры в обществе. О начале сбора заявок от участников было объявлено главным организатором творческого чемпионата – Республиканским общественным советом по противодействию коррупции при партии «Нур-Отан». Он реализует эти проекты при поддержке Министерства культуры и спорта. Кстати, для того, чтобы стать участником, необходимо, во-первых, желание, во-вторых, материал, соответствующий заданной теме, и, в-третьих, заявка. Но обо всем по порядку. Творческие работы конкурсантов должны затрагивать различные направления антикоррупционной деятельности, способы противодействия и профилактики коррупции, анализ причин возникновения коррупционных проявлений и популяризацию общепринятых моральных устоев, делающих коррупцию неприемлемой, рассказали в партии «Нур-Отан». Кстати, стать участником можно как индивидуально, так и группой. Коллективные заявки от молодежных организаций, креативных студий приветствуются. Творческие работы принимаются в электронном варианте или написанные от руки. Электронная версия карикатуры должна быть записана в масштабе 1 к 1 и с расширением не менее 300 DPI в формате JPEG-TIF. При исполнении карикатуры вручную плакат должен быть представлен на листе формата А3. Работы, не отвечающие техническим требованиям, конкурсу допущены не будут. Рассказали о правилах оформления конкурсных работ организаторы состязаний. Материалы на конкурсы будут приниматься до 20 сентября. Синташтинская культура будут представлены на мини-выставке Костанайском краеведческом музее, сообщает издание «Наша газета». В областном краеведческом музее решили сделать традиции мини-выставки, на которых выставляются один или несколько предметов. Представленный на выставке одного экспоната «Сосуд с сюжетом», как окрестили его археологи, сменят два наконечника копий из бронзы. Они, так же как и сосуд, принадлежат к синташтинской культуре. Эти изделия древних мастеров были найдены в 2009 году во время раскопок погребальной камеры кургана «Халвай-3», находящегося на берегу Каратамарского водохранилища. «Халвай-3» – один из объектов халвайской группы памятников, в которые, кроме курганов, входят еще и древние поселения. Наконечники копии выполнены из бронзы, остались даже фрагменты кожаных ремешков, с помощью которых они крепились к древкам. Даже части древок, на которые были надеты наконечники, сохранились в течение тысячелетий, что хорошо видно на снимках, сделанных во время раскопок. Сейчас втулки копий очищены от фрагментов древок, а сами наконечники – от патины, покрывшие бронзу за то время, что они лежали в погребении. Таким образом, эти копья – не просто оружие, они – материальное свидетельство развития технической мысли, смекалки и изобретательности древних людей. Именно такие мини-выставки позволяют лучше рассмотреть интересные особенности бесценных находок костанайских археологов. Продолжение следует...